из связи сегодня юрист Марк Фейген. Марк, здравствуйте. Рад приветствовать всех зрителей ГРЭМа. Да, и, кстати, с наступившим вас Новым годом, 2023. И начинается 2023 год для Российского Министерства обороны, по крайней мере, не очень хорошо, потому что появилась информация об ударе по макеевке, где были мобилизованы. И вот разные цифры. Интересно, на что я обратил внимание, что Министерство обороны признало, российская, признала гибель 63-х военнослужащих. Ранее, как мы знаем, Министерство обороны обычно ничего не признавало. И даже когда затонул крейсер «Москва», говорили, что там погибших практически нет, есть только пропавшие в безвести. А здесь сразу более 60-ти признали. Что, на ваш взгляд, произошло, что вам известно об этом ударе? Ну, вот, смотрите, достоверных данных нету. Мы используем публичные источники, но мало ли кто что говорит. Но, смотрите, если уж Министерство обороны так быстро, я замечу, так быстро признало сам факт того, что был удар по макеевке, и там находились мобилизованные, и какое-то известное количество погибло, и так далее, это свидетельствует того, что, значит, точно погибло много раз. Во-вторых, это нельзя замолчать. Ну, то есть, они могли сказать, ну, ничего и не было, все выдумано. Но раз это произошло, значит, действительно, ситуация очень тяжелая и очень катастрофическая. Ну, я вот такой делаю вывод. Это мое личное субъективное мнение, но я считаю, что, значит, все очень плохо. Плохо в каком отношении? Ну, во-первых, это произошло как бы в тылу. Да, Макеевка не такой большой тыл, но все-таки это территория Донецкой области, и вроде бы они же разместили то ли ПТУ какое-то здание, то ли еще что-то. И, видимо, действительно погибло очень-очень много. Ну, то есть, если они говорят 65, ну, множь на 2, на 3 и не ошибешься. Вот я так скажу, потому что они всегда преименьшают. Они вообще считают, что последняя публичная цифра, названная погибших, это 5930 человек. Если вы помните, ее назвал 21 сентября министр обороны Шойгу. Ну, какой нормальный человек поверит в такое количество погибших. Тем не менее, данные засекречены, имеет право не говорить. Как бы, формально имеет право. Другое дело, что мы же понимаем, что погибших тысячи, тысячи, десятки тысяч, это очевидно. Ну, украинская страна утверждает, что больше 100 тысяч, я думаю, что цифра плюс-минус. Ну, какая разница? А если 90 погибло или даже 70 погибло? Это что, мало что считается? Ну, то есть, я думаю, что да, счет идет на сотни убитых. И Министерство обороны в этих условиях, возможно, даже по прямому указанию Кремля, этого тоже нельзя исключать, потому что, ну, действительно, если сотни погибших, сейчас родственники начнут искать, сейчас их повезут обратно, и что? Сказали, давайте вы какую-то цифру выдайте. Ну, опять же, 65 типа погибло, остальные пропали без вести. На обломке здания его разбирают, там постепенно будут обнаруживать новые трупы, а это может быть еще сотня, например, да? То есть, они как бы вроде как и врут, но вроде как врут, поскольку нет еще достоверной информации, мало времени прошло. Вот приблизительно вот так это выглядит. Это действительно очень болезненно для Министерства обороны, вообще для всей кампании по мобилизации удар, потому что, ну, как Новый год и все остальное, и вдруг вот такая цифра потерь. То есть, с другой стороны, это не последняя, не первая и не последняя цифра таких потерь. Я не вообще понимаю, а что изменится в дальнейшем, что больше таких не будет, что ли, событий, тоже смешно. Поэтому, я думаю, по сумме всего этого решили не скрывать, лучше как бы сказали, мы сказали. То есть, мы не отрицательно сказали. Если говорить вообще о мобилизованных, что известно об их участии в войне? То есть, на каких направлениях, какие потери несут именно части, сформированные из мобилизованных грамотан Российской Федерации? Вот что вам известно? Нет, они практически на всей линии фронта. На юге чуть поменьше, в Донецке чуть побольше, но на самых ударных направлениях мобилизованные есть. Они не сто процентов заполняют. Ими пополняют части уже, так сказать, разные, кадрированные части из контрактников и так далее, которые без того уже находятся на передовой. Но они практически везде. То есть, они есть, я не знаю, вот сейчас подкременной бои идут. И, естественно, Бахмут, и, естественно, там, ну, вся дуга, вот Солидар, вот здесь. Авдеевка, Маренко, везде они есть. Вот. На юге просто сейчас нет таких активной фазы боев, поэтому сложно судить. Но, тем не менее, обстрелы идут, они везде гибнут. Гибнут на территории Запорожской области, части оккупированной Запорожской области. На левом берегу Днепра, в Херсонской области тоже есть. Вот. Поэтому они везде. Они везде. То есть, я думаю, по разным оценкам, минимум, минимум мобилизованных в зоне поражения, ну, как бы непосредственно передовой, а там, где нет передовой на дистанции, это 100-120 тысяч находятся. Сомнений никаких. Уже преизрядное количество погибших. Я думаю, что по разным оценкам, ну, уж под Бахмутом, тысяч 20-25 потеряли мобилизованных. А на ваш взгляд, насколько соответствует действительность заявления министра обороны Украины Резникова о том, что Россия планирует объявить всеобщую мобилизацию, закрыть границы и там ввести военное положение. То есть, это заявление, на что, опять же, обратили внимание многие, Резников не часто выступает именно с такими речами. В основном говорит Арестович, Подоляк, когда представляет официальную позицию. Резников появился, и именно он это сказал. Как вы считаете? Вы знаете, это и Бутусов подтверждал, глава военной разведки Украины. То есть, это не только один Резников об этом заявил. Ну, давайте порассуждаем. А, собственно, почему бы им не провести новую мобилизацию, хотя она и не прекращалась. Как известно, ни указа не выходила о прекращении мобилизации. Никаких других действий, которые бы свидетельствовали о том, что мобилизации не будет, и она прекращена. Прямо даже сейчас, вот в эту минуту, все равно людям раздают повестки, кто доходит до военкомата, некоторые даже отправляют, что типа они не попали в ту волну, потому что прятались. Ну, разные предлоги придумывают. Конечно, это не тот масштаб, как это было с 21 сентября. Конечно. Гораздо меньше сейчас попадает, но они все равно есть. А с другой стороны, почему бы им не провести мобилизацию, ну, то есть ее виток второй не сделать сопоставимый с тем, что происходило в конце сентября. Им же нужно пополнять, понимаете, ряды мобилизованных, потому что они же гибнут. Поэтому логика здесь железобетонная. Провести новую волну мобилизации для того, чтобы восполнить убывающий личный состав, ну, так это логично. А что здесь нелогичного? Понимаете? А потом всю риторику, которую мы слышим, несмотря на опровержение, о том, что никакой новой мобилизации не планируется, вся риторика милитаристская. Слушайте, ну, если ты выступаешь с ряженками, значит, с новогодним поздравлением, то есть ты поздравляешь детишек, которые мандаринки едят и бегают под елочкой, и ты, значит, вот это вот все делаешь, то логика такая, что наоборот страна переходит на милитаризационную вот эту политику, и, собственно говоря, в логике ее находится. А ты что, Родину, типа, не хочешь защищать? Ну, ты же видишь, не можем от Бахмута продвинуться никуда. Значит, иди, поюй, шинелка и так далее, все дела. Поэтому я думаю, что логика здесь есть. И у них, конечно, есть данные разведки. У них есть данные, которые поступают от разных источников. Возможно, и американцы делятся информацией о том, что происходит, что-то. Потом, ведь это же сейчас очень просто. Все разговаривают по телефону, смартфону, все это прослушивается, значит, обсуждается, что там происходит в приграничных областях, да и в Москве, в самой Министерстве обороны. Поэтому, наверное, я думаю, что под этим очень серьезные основания. От того, произойдет ли это седьмого или девятого числа, или это произойдет двадцатого января. Вот, честно говоря, а какая разница, когда они начнут более масштабно загребать потенциальных мобилизований? Вот какая разница? Дело же не в сроках, а дело в том, что логика железобетонная, пополнить ряды личного состава, который Министерство обороны гибнет, а во-вторых, ну, конечно, закрывать границы, потому что в предыдущий-то раз сколько народ сбежал от этой мобилизации? Надо, значит, закрывать. Так что все очень логично. Мне кажется, что если говорить о сроках и о логике, то, в общем, у людей, которые хотят сбежать, уехать, выехать, у них просто остается чуть больше времени. То есть на это ведь направлено, как я понимаю, было заявление Резникова и подтверждение разведки, чтобы ребята бегите, правильно я понимаю? Слушайте, а и даже до 21 сентября правильные люди говорили бегите. И даже до начала войны говорили бегите. Понимаете, каждый сам решает персонально, индивидуально. Стоит ему это делать или не стоит этому делать? Есть люди, которые просто принципиально не хотят бежать, а вот они чего-то ждут. При том, что мы сейчас говорим о тех, кто воевать не хочет, умирать не хочет. Непонятно за что и почему он это должен, а почему он должен ехать в чужие пределы, убивать кого-то. Но тем не менее, каждый для себя решает сам. Пронесет его, не пронесет его. Я полагаю, что с учетом того, что происходит сейчас в России, очень опрометчиво считать, что меня это не коснется. Я вот тут как-то обойдусь, потому что то ли я не был в срочной службе, не проходил, вообще не имел никакого отношения к воинской службе, никакой водительной учетной специальности не имею. Кого это волнует сейчас? Кривых косых будут забирать, понимаете, на инвалидных колясках. Я, конечно, утрирую, но в принципе никто на эти вещи не смотрит. Подходишь по параметрам, да, ну, тобой и заполняют, собственно говоря, прореженные ряды военнослужащих, вот и все. А на ваш взгляд, какой расчет? То есть, даже если набрать огромное количество людей и просто бросать их, там, не знаю, под танки, там, и так далее, все равно потери будут огромными, и люди без соответствующей техники вряд ли что-то смогут делать против ВСУ, которые оснащены, там, по последнему слову техники. Какой расчет, если ракет-то не хватает уже у Путина, как говорят? Смотрите, Вадим, ну, логика же простая, Украина заявляет, мы под ружье поставили весь силовой ряд, это миллион человек. Это все, это не только Минобороны, это не только мобилизованные, Украина тоже мобилизация, ну, деваться не куда-то, можешь не мобилизовывать, то кто воевать-то будет, защищать Родину, что называется. Ну, это другой разговор, ну, просто я к тому же, миллион, а эти, значит, говорят о, в лучшем случае, там, ну, не знаю, 400 тысячах, в лучшем случае, вместе с теми, кто был, и вот теми 320 тысячами, все время меняется, кстати, цифра, призванными, потому что сейчас они говорят, что 150 в тылу проходит обучение, там 150 находятся в зоне операции, так называемое слово, а чуть ли не 70-100, как говорит Путин, это не я говорю, они уже прямо вот на самой передовой, значит, там, где идут боевые действия. Ну, они, наверное, хотят как-то паритет какой-то установить, хотя бы, если еще 300 тысяч набрать, ну, вроде как у тебя будет там 600-700, например, да, и вроде это как сопоставимо, так что логика здесь чисто арифметическая, потому что нельзя захватить Украину силами, которые меньше по количеству, чем обороняющиеся, ну, логично, да, значит, далее, на что расчет, вот смотрите, я так как вижу, вообще мало кто парится по поводу погибших, мало парится, вот сегодня это впервые такое, что будем говорить, как-то попытались эту ситуацию уже публично отыгрывать, потому что, ну, не 600 погибло, не 400, не 200, всего 65 человек, какое-то оправдание, я думаю, что там есть какая-то обратная причина, вы видели, пропагандисты заголосили, что надо кого-то наказывать, как так, в Макеевке разместили, поэтому ПТУ ударили, а если у этого ничего не было, ну, погибло 30 человек реально, да, ну, господи, 30, 40, 50, ну, не те цифры, не те параметры, на передовой только вообще не считают, ну, а тут вроде как, им только приехали, еще неизвестно, что это за состав, может, это мобилизованных, которых даже еще и не подготовили, это просто обычные обыватели, понимаете, но, тем не менее, это вызывает некую рефлексию, а в принципе никакой, что они должны сделать, они должны не дать, первое, самое главное, чтобы ВСУ захватила Токмака Мелитополь, это важно, отвлекать на других направлениях, как минимум, а также находиться там, где ВСУ может планировать свое наступление, мобилизованное для этих целей, сколько там их погибнет, 10 тысяч, 20 тысяч, 100 тысяч, вообще никого не волнует, главное, чтобы ВСУ не захватила новую, в результате своей операции, новые территории, не одеоккупировала, потому что это произойдет самое чудовищное впечатление, не только в военном, но и в политическом смысле, ну, очевидно, проигрывают, ну, и так далее, и так далее, а это первое, второе, мы не знаем до конца планов Суровикиных и так далее, но, наверное, какие-то соображения о том, как захватить новую территорию, там есть, без пополнения личного состава сделать это невозможно, поэтому новые мобилизованы, должны, конечно, выполнить эту задачу, чтобы какие-то новые участки территории были захвачены, ну, я думаю, в Донецкой области, прежде всего в ней, поэтому мясо мясом, но есть и задачи оперативные, и всякие другие, тактические, которые надо выполнять, выполнять надо, имея хоть какой-то личный состав, что касается техники, вот смотрите, раньше ведь как звучало, хаймерсов не надо бояться, хаймерсы это говно, ничего там не будет, у нас такие замечательные, да мы все хаймерсы уже уничтожили, сколько там было, 40, 45 штук, мы их уже там половину уничтожили, сейчас уже так, знаете, нет, ну, как бы, да, вот, хаймерсы это такая страшная вещь, смотрите, раз и нету людей, и в пыль сразу превратились, уже сейчас признают, преимущество в отдельных видах вооружений, признают, в РСЗО, частично в артиллерии, вот эти вот эскалибуры, например, по GPS управляемые снаряды, а у вас есть такие снаряды, ну, простой же вопрос, да, это же не то, что какая-то там, бином Ньютона, да, у вас есть такие снаряды, нет, таких, как говорит, у нас снарядов нет, а почему у вас их нет, а мы такие не производим, это очень сложно, там, чипы, там, много чего, у нас такого нет, вот, и отсюда вывод, что, в общем, по очень многим видам вооружений, безусловно, Украина выигрывает, ну, за счет западных поставок, что скрывать, западные союзники, они дают очень эффективные, высокоэффективные вооружения, а никакого другого способа, иным способом, кроме как живой силой, вести войну, у России нет, она не может нигде получить, вот эти новые виды вооружения, она пытается это делать, в Иране, ну, извините, что же это за война, и какие такие ресурсы, если вы уже в Иране пытаетесь получить, баллистические ракеты наряду с дронами, да, говорят в Северной Корее, говорят идет тот же процесс, но это все очень для Москвы печальная вещь, единственный ресурс, который она может не спрашивать, не искать ни у кого, это люди, технику надо, чипы надо, там, не знаю, авионику надо, так сказать, комплектующие различные, современные, надо, там, и для танков, в том числе, тепловизоры, и тому подобное, там, части двигателей каких-то, и так далее, а людей не надо искать, они вот, они вот, по лавкам выпивают сейчас, на Новый год, поэтому, Москва руководствуется чисто количественным, чисто вот численным соображением, вот, другого объяснения здесь нет. А обращение Путина, новогоднее, когда он там стоял на фоне, то ли офицеров ФСО, то ли реальных военнослужащих, там уже, в общем, эта фотография засветилась, женщиной, которая везде, с Владимиром Путиным, это некий месседж и сигнал, что все, мы переходим, война, это всерьез и надолго, то есть это уже не специальная военная операция, то есть почему он свою речь посвятил только войне, и в такой стилистике? Ну, ничего подобного я, например, не видел, даже когда шла война в Чечне, Ельцин никогда не выходил на фоне военнослужащих, и вот подобной риторикой не разбавлял, говорили, тяжелый год, следующий будет лучше, ну, я вот свидетель, я был депутатом Государственной Думы, особенно первая война, при том, что, ох, обсуждение-то было, такие, крики такие стояли, знаете, не только солдатские матери, не только в Государственной Думе была оппозиция, там, проклинали, чистили ее в пост и в гриву, но даже Ельцин, все-таки принято было, что Новый год, такой праздник, его нельзя милитаризовать, потому что это семейный праздник, даже в советские годы старались как-то, в общем, где-то, все-таки семейный праздник, зима, это единственный такой, внеидеологический, как считалось, праздник, который не надо засорять ничем, ну, так было принято, и здесь, смотрите, это нечто новое, вот он теперь милитаризует и его, значит, выпили, отдохнули, и все подыхать, приведет, ну, вот так это все выглядит, что это означает, ну, это означает, что Путина это не пугает, он готов переходить к подобной эстетике, вот, ну, то есть, другого бы остановил, сказал, слушайте, ну, нет, Новый год давайте не будем, давайте мы будем, даже 9 мая, казалось бы, более чем соответствующий праздник, вы помните речь Путина, она была все-таки, как-то так, я бы сказал, выдержана в тонах того, что завтра уже все закончится, давайте сильно про СВО, там, он упомянул в своей речи на Красной площади кое-что, ну, так, знаете, галопом, так, знаете, поверху, без вот этого, а здесь прям плотная подсадка на милитаризованную риторику, на какую-то такая апелляцию к тому, что будущего не будет, что это надолго, и так далее, это означает, что совершенно иные цели и задачи теперь у государства, и они исключительно военные, что все в угоду войне, неважно, там, бюджет, или людской ресурс, неважно, теперь насчет затяжной войны, я уже много раз озвучил, я считаю, что для затяжной войны у России ресурсов нет, да, у нее неисчерпаемый, как мы правильно вот сейчас уже рассудили, ресурс человеческий, пока они сами не возмутятся, их можно расходовать, ну, в миллион, например, убить, можно, ну, по такой логике, конечно, можно миллион уложить, вообще нельзя миллион уложить, прилетает Хаймерс, 200 тысяч разлетается вольфрамовых шариков, и будет миллион стоять, погибнет 200 тысяч, ну, вот, через них пролетят эти шарики, да, то есть, это ресурс неисчерпаемый, во всем остальном есть большие сомнения, что же за ресурсы у вас в ПК такие, что вы в Северной Корее и в Иране приискиваете комплектующие, ракеты, ну, оружие, боеприпасы, это что это за ресурс у вас такой, вы сами не успеваете производить, или у вас некоторых видов вооружения нет, или есть дефицит для определенных комплектующих, я вот, честно говоря, не уверен, что даже Путин, который говорит о затяжной войне, сегодня даже Столтенберг говорит о подготовке к тому, что затяжная война, что они реально верят в то, что можно воевать и два, и три, и четыре года, вот так воевать, не так, как восемь лет было в зоне ССО, да, все-таки там была оппозиционная война, перестрелки, но так, чтобы в атаке никто не ходил, и, извините, воевали не только на земле, на воздухом-то практически не воевали, не говоря уже о море, сейчас воевают всем, это огромная, масштабная, гигантская война в Восточной Европе, ну, Украине деваться, повторяю, некуда, она может не хочет воевать-то, ну, а что делать-то, как ей быть-то, это же на ее территории воевать, это она есть, где Ростовская область сейчас мочалила, но это же не так, поэтому с Украины какой спрос-то, что они нанимались, что ли, на эту войну, что подписывались, нет, напали на них, поэтому у них деваться некуда, даже им не нравится, я уверен, что какому нормальному, человеку война понравится, ну, деваться не надо, а эти как бы могут ее остановить, но не останавливают, другое дело, что, конечно, все вот эти попытки добиться мирных переговоров, перемирия, они же свидетельствуют о том, что, в общем говоря, Путин и его окружение где-то понимают, ну, значит, Путин должен понимать, что надолго не хватит, либо он витает, ну, в каких-то иллюзиях, но все равно, им же приходят оперативные доклады, говорят, что часто обманывают, ну, им уже говорят, сколько производят снарядов, сколько ракет осталось, сколько чего, возможно, есть ощущение, что, ну, как, ну, год это еще продлится, но больше года как, я вот с трудом себе это представляю, но я, может быть, не в теме, я многого не понимаю, не военный эксперт, лучше пусть спрашивать у них, но с политической точки зрения, я считаю, что этот ресурс сильно исчерпаем, сильно-сильно исчерпаем. Ну, вот как раз я хотел по поводу ресурсов, потому что оказалось, что база в Энгельсе, стратегические бомбардировщики, гордость Владимира Путина подвергается налетам дронов, и они спокойно преодолевают все системы ПВО, уничтожают те самые самолеты, которые выпускают ракеты, в том числе по Украине. И вчера была информация, по Воронежу ударили, по военному аэродрому, все это, правда, потом пытаются как-то замылить, или там в федеральных СМИ об этом не рассказывают, но информация, конечно, просачивается. И здесь вот вопрос, это же одна из частей ядерной триады, вот Путин говорит, и они уязвимы просто, в глубине России их бьют, щелкают, как орехи, эти дорогие ту, которые стоят, правда, с советских времен. Так об этом же, собственно говоря, и речь, понимаете, что ладно ты воюешь, если у тебя для этого огромный, что называется, ресурс, неисчерпаемый ресурс. Но я повторяю, я не вижу этого, потому что, давайте откроем тайну, да нет нам никакого толком ПВО-то, ничего она не защищает, нет, ну вот, а как так бывает? Это, знаете, как в анекдоте, говорит, вот пошла изнасиловали, старушка рассказывает, другой делится, вчера пошла изнасиловали, сегодня пошла опять, что такое творится, завтра опять пойду. Вот после первого удара, а был уже три, по Янгельсу, и Дягилева было, и сейчас, ну, Воронеж там, ясно, а что вы не сделали тогда? Ну, вы после первого удара, то уже прошло преизрядное время, вы бы поставили ПВО, усилили бы группировку, там, ранее предупреждение, все дела, а что, нету что ли? Не срабатывает? Не удается получить? Ну, а как я должен рассуждать? Значит, этого ничего нету. И как это на русском, там, троих угробили, летчиков, или четверых, как они даже сами сказали, официально Минобороны заявляют, ну, и, как говорится, у нас еще есть. Понимаете? То есть, такое есть ощущение, что мы-то говорим, ой, вот не срабатывает, что-то, что-то плохо работает, на авосе, да нет ничего, ничего нет, ничего не работает. Они включают реле, крутят, вертят, ничего не работает. И поэтому они пролетают. И я думаю, что украинская страна, возможность подачи американцев, американцы дают ей эту информацию, в общем, о чем-то таком догадывается, что-то такое знает, чего, может быть, и не рассказывает, что на самом деле ничего нет, можете бомбить своими дронами, стрижами и так далее. А что касается ядерного вопроса, потому что ничего нет, но вроде как ядерные боголовки все-таки есть. И в какой-то момент, ну, это простая логика, да, сторона начинает проигрывать, у нее много ядерных бомб, она достает последний кодер и начинает его выпускать. Мы много об этом говорили, в разных ракурсах пытали эту тему обсудить, но вот сегодня, сейчас эта тема становится снова актуальной? Да нет, потому что есть несколько факторов, которые для нее препятствуют. Я не говорю, что этого невозможно совсем, что они не могут обратиться, прибегнуть к тактическому ядерному оружию, эта тема все время висит. Но, во-первых, уже ясно артикулирован ответ. Вы можете это предъявить. Вот, пожалуйста, Лавров недавно говорил, а что они, говорит, нам грозят Пентагон обезглавить? Он ссылался на статью в Нью-Свик, и обезглавливание он истрактовал как уничтожение самого Путина. Ну, значит, что-то прилетит в Кремль или там, не знаю, в резиденцию Путина в какой-то, да? Так погодите, ну, вам же это объяснили и так, и так, и фигурально, и прямо, и образно. Вы уже, а вы продолжаете эту тему палить. То есть, если вы применяете тактическое ядерное оружие, все, развязываются руки у всех. И, возможно, уже есть консенсус по этому поводу. Что если Путин применяет тактическое ядерное оружие к неядерной стороне, то все, ну, закроют глаза на его убийство. Например, так. И Китай даже. Кажут, ну, что же делать? Ну, мы вот как бы ничего не можем сделать. Да? Значит, видимо, это первое препятствие для использования ядерного оружия. Первое. Потому что ты сразу станешь мишенью, томогавки летят на тысячи километров. И это тебе не украинские будут ракеты, это будут совсем другие ракеты, от которых вообще ничего не остается, живого места не остается. Понимаете? Даже биоорганизм помирает. Любые клетки, молекулы. Поэтому рисковать так, а стоит ли? Это первое. Второе. А хорошо, но ты применил тактическое ядерное оружие. А что ты добился? Вот что ты? Да, ты убил там какое-то преизрядное количество людей. Военнослужащих, гражданских. Ты убил там, может быть, десятки тысяч людей. Допустим, ты это сделал. А ты что, хочешь посредством этого добиться победы при остановке войны? Чего? Даже если исключить ответные удары. Ты хочешь добиться чего? Ты разве с этого момента ты выиграл? Ничего ты не выиграл. Поэтому, честно говоря, ядерное оружие, да, как вы говорите, от отчаяния можно применить. Но и последствия непредсказуемые. Ты все-таки, пока ты ведешь конвенциональную войну, последствия все-таки можно прогнозировать. Как минимум, ты проиграешь на территории противника, то есть, в Украине, потеряешь ее территорию, ну, хотя бы сохранишь свою. В России, говорят, в 28 раз больше Украины, да? Ну, все-таки, как-то, в общем, есть где жить. А если ты применишь ядерное оружие, то ты можешь не сохранить и своей территории, потому что начнется вообще непредсказуемые последствия. Кто его знает, куда и какие ракеты прилетят, и какой хаос может начаться с уничтожением головки, значит, армии, Кремля и так далее. А еще неизвестно, куда все полезет. Поэтому, честно говоря, пока, пока, вот после всего, что происходило по части ядерной риторики со стороны Кремля и ответов, звучавших публичных на эту риторику, я пока не вижу возможности прибегнуть к, как последнему средству применения ядерного оружия для того, чтобы не проиграть войне со стороны Москвы. Я не очень это вижу. А Путин в настоящий момент не является легитимной целью? То есть, как это юридически оформляется? То есть, в какой момент лидер государства, развязавшего агрессивную наступательную войну, становится легитимной целью, например, для союзников? Ну, да, вот как раз применение ядерного оружия относится к одним из таких поводов, предлогов для применения ударов по легитимной цели. Это раз. Во-вторых, в международном правовом предупреждение должно быть. Нужно заранее предупредить, что это нарушение всего, вообще всего. Уставу ООН, там, не знаю, доктрины ядерной безопасности, конвенции, нераспространения ядерного оружия. Да, всего на свете, потому что Украина не является ядерной страной, она не угрожает России ядерным оружием. Украина, Украина, да, значит, не захватывала российские территории. Это какие? Ну, если не считать вот этих ублюдочных предлогов про то, что мы проверили эфиренду, мы теперь вся Херсонская, Запорожская область наши, вы на ней находитесь незаконно. Ну, если вот это отринуть, это безумие абсолютное, рассчитанное на полных и круглых либо кретинов, либо, значит, на мерзавцев циничных, то, как бы, извините, с чего бы это вы применяете ядерное оружие? Ну, просто интересно. То есть, это по этой логике вы сегодня Украины, значит, вот ядерным оружием закидали, ядерными боеголовками, а потом скажут, а теперь мы сейчас Ригу закидаем, вместе он с Вадимом Родионовым, пусть сдается, понимаете? С какой стати, почему-то у Латвии нет ядерного оружия. Вот это получается по логике шантажа именно так все пойдет? Ну, не важно, пусть это не Латвия будет, не страны Балтия, пусть это будет Молдова или, там, не знаю, Грузия или еще кто-нибудь, Польша. Ну, то есть, это что, разрешить такое? То есть, значит, так можно? То есть, получается, можно захватывать новые земли посредством угрозы применения ядерного оружия? Мы же вот так сделали, и мы дали всем основание думать, что как это? Мир в труху. Ну, нет, так не пойдет. Никто на это не согласится. Сразу же с этого момента, вот если только прибегнет к подобному средству, легитимной целью, тогда просто, ну, терять уже нечего, и Запад вместе с союзниками ударит. Ну, и опять же, это же гибридно тоже будет. Они-то думают, что Запад прямо объявит, вот мы сейчас ударим по Путину. А будет не так. Дым рассеется, а Путина нет. Кто ударил? Он мыет, мне мыет, свои какие. А до него легко дотянуться все-таки, на ваш взгляд, до Путина. Бен Ладена долго ловили, а он все-таки не так защищен, как Владимир Путин был. Его, правда, долго искали, нашли. Но, тем не менее, потребовались годы и годы для того, чтобы его вычислить и обнаружить. Вот с Путиным проще? Вы считаете? Я думаю вот что. Во-первых, все-таки времена изменились, многому научились. Даже за это последнее десятилетие, вот посудите сами, даже с момента убийства Бен Лада, я напомню, что его убили при Обаме. Уже с этого момента почитаю, скоро 8 лет, как прошло. Больше, по-моему. То есть, ну, все-таки прозрачнее стал шарик. Прозрачнее. Во-вторых, знаете как, ну, конечно, Путин может бегать, прятаться и так далее. Я думаю, что на этот случай уже все продумано, понимаете, да, это могут быть бункеры, в которых он обитает, это могут быть какие-то, значит, укрепрайоны. У Путина такие есть, говорят, и на Алтае, и на Уральских горах. Есть еще с советских времен или еще переоборуданные, реконструированные бомбоубежища специальные, очень глубокие, которые могут позволить сохраняться. Но ведь с другой стороны, ну, хорошо, а представим, он опустился там в какое-то бомбоубежище там на 40-50 метров от земли. Может, до 100. Ну, так а какова его власть тогда, если, так сказать, принято решение его, где бы он не появился, убить? Она же очень условная тогда. Человек замурованный, потому что в любую минуту, где бы он не появился, его уничтожат. Ну, если это сопоставим с властью Бен Ладеном, ну, только что ж, переходи в это качество, становись Бен Ладеном. Я вам скажу, что неизвестно, как себя элита российская поведет. А надо ли этой? И война-то не была нужна. А вот ядерное, применение ядерного оружия, переход к этой нуклеарной составляющей, неконвенциональной. А зачем это им? Ну, так вот, по большому счету, мы говорим, ресурсное истощение, да, война на истощение. Зачем это им все? Ведь они же жили благополучной жизнью, они же жулики, воры, в основном, такие, знаете, гедонисты, привыкшие, значит, ну, что мне рассказывать? Слушайте, 60 человек подали, это главные олигархи и чиновники, оспаривать в суды европейские санкции на них наложены. 60 человек. А условием оспаривания является попытка доказать свои несопричастности к решениям, которые Путин принимает в Кремле. Подносить на войне, относить всего. Нормально, да? То есть, эти люди, в общем-то, хотят жить той жизнью, которой они живут. В дельбарах, там, самолетики, проститутки. Кто главное препятствие? Запад, с какой-то, с чего это Запад препятствие этой жизни? Ничего подобного. Они, кстати, все находятся вне предела, вот эти 60 человек, России. Они в России не живут. Какой-нибудь Абрамович, который оспаривает, он и живет в Израиле, в Тель-Авиве, в одном из престижнейших районов, у него гигантский дом, тот же Усманов, говорят, находится где-то в Ташкенте. Не знаю, правда, нет, может себе позволить. Ну, и так далее. Только Фридман заперт у себя в доме в Лондоне. Ну, вы знаете, честно говоря, я не убежден, что вся эта элита так уж прямо-таки в случае применения ядерного оружия и последствий, которые оно вызовет это применение, согласятся принять на себя хоть каплю этой ответственности за ядерную войну. Ну, а зачем это им? Они от этого-то как-то хотят от всего от боярица. А тут еще тебе и на шоу, а, да вы из той страны, которая еще и... О-о-о-о. Ну-ка, давай-ка мы тебя вгоним уже окончательно по самую шляпку. Да? Мало было, чтобы у тебя позаморозили имущество. А давай-ка мы тебе сейчас бритвы погрел и в колодец. Скажут, как ну вы же не можете, вы же цивилизованные народы. Это были такими. А там начинаются новые правила уже. Что, мир в труху, что ли? Ну, мы сейчас покажем мир в труху. Я думаю, что это ни для кого неприемлемо, и, возможно, все обсуждения, которые были по этой части, в том числе, кстати сказать, при определенном наущении страны Пекина, они привели к тому, что, в общем, нет, так делать не надо. Не стоит. А Пригожин и Кадыров были выпущены и подняты на поверхность не по этой причине, чтобы у элит, скажем так, не возникали соблазна смотреть в сторону. Может быть и да. Может быть и да, Вадим. Может быть и были они подняты, но эффективность их в этом качестве, она сомнительная, понимаете? Если вы называете пидором, как называют его военнослужащие ЧВК Вагнера, главу генштаба Герасимова, да, а хихикающий, значит, Пригожин говорит, ну что же, что-то снарядников-то не было. Ну, извините, друзья, вы должны иметь в виду, что вы, конечно, может и нужны для этой претерианской функции, да, сдерживающей определенной, так сказать, в отношении элиты. Ну, только элита-то, она ведь тоже не то, чтобы с улицы, понимаете? У них тоже много чего, хоть на Лубянке, хоть, как у нас его называют, Пентагон на Фрунинской набережной, хоть Министерство обороны на Арбате, они тоже, знаете, сложные, сложно устроенные, типы-то. Сейчас даже не о первых лицах речи, а о всей вот этой иерархии. Это все миллиардеры, очень богатые люди, да, сильно приземленные за десятилетия в свое благополучие. И, честно говоря, ну, как бы, а может ли вот Кадыров с Пригожиным в страхе эту элиту его здесь держать? До определенного момента да. А в какой-то момент может, как бы, и совсем в другую сторону это все сработать. Понимаете? Поэтому тут тоже не беспредельные возможности. Да, Путин этим руководствуется. Безусловно, вот такие элементы, значит, я их называю свободные радикалы в разных химко-физических реакциях. Они, конечно, есть. И они, конечно, пытаются эту функцию до известной степени выполнять. Но она тоже ограничена. Понимаете? А выясните, что, оказывается, снарядники-то все равно дают Герасимову. Понимаете? Нет снарядников и нет у вашего человека вагнера. Чем стрелять-то? Откуда вы возьмете? В Северной Корее, как говорят, ищут. Ну, и так далее. То есть, тут масса таких каких-то нюансов, которые мы не до конца, быть может, понимаем и не до конца знаем. Но, видимо, у этого тоже есть ограничители. Вот. Вот в чем. Дмитрий Медведев и его поездка в Пекин, его встреча с Цзиньпином, его разговор, опять же, он передавал послание, но обратили внимание многие на то, что Дмитрий Анатольевич поднимают, ему дают какую-то функцию. И это вот интересная тенденция. Как вы считаете, он поднял свои очки в позиции? Нет, он не может поднять свои очки, потому что он мудак. Понимаете? Он был президентом и человек в России в русском изводе, вот вы должны понимать, человек, который обозревал всей властью, всей мыслимой, немыслимой властью, вот сферодержавной властью в России и сам добровольно ее отдал, он больше не может вообще получить никакого авторитета в аппарате власти. Людям как было на него наплевать, так и наплевать. Это не о том речь. А в аппарате власти прежде всего там он хочет капитализацию известную получить, потому что и стремится именно к ней, изображая себя маленького Путина, да, так сказать, с его, ну, только более оголтелой риторикой, более, так сказать, безумный и так далее. Ни на чем, естественно, не основанный, знаете, как про судный день или еще про что-то, потом посты выбирает про Казахстан, ну, и так далее. Суетливый. Он разрешенный мальчик, понимаете? И мы его послали с этим посланием, чтобы лично отвезти, он сам, наверное, намолил, я думаю, в большей степени, с приглашением весной приехать Си Цзиньпина в Москву, о чем на видеоконференц-связи вдогонку общение Путина и Си Цзиньпина был повторен. Мы вас, говорит, уважаемый господин Сипри, приглашаем в Москву. Вот. Он не может поднять эту капитализацию, потому что он никогда не будет обладать авторитетом в аппарате власти. Никогда. И сам он, личность такая, вы понимаете, вот Патрушев уже немного болтает, да, и не пишет в соцсетях, ему не надо ничего доказывать, самоутверждаться, кому-то что-то доказывать. У него есть ресурс совершенно самостоятельный, который не требует поездок с посылками, он тоже, кстати, часто ездит и в Пекин, и в разные другие места, чтобы делать это публично, об этом много разговаривать, правильно? Потому что в аппарате имеет вес тот, у которого этот вес не только разрешенный, но и собственный. Вот если нету Путина, кому нужен Медведев? Чем Медведев обладает? Какие дураки за него пойдут воевать и класть голову? Вот кто? Вот простой лакмус, простое тестирование. Поэтому да, пока он связан с Путиным, Путин, безусловно, питает к нему славу. Питает, потому что ну все-таки Медведев, он его долго знает, во-вторых, он соблел обязательства, что в аппарате большая редкость, имел все возможности остаться на своем высшем посту, а этого не сделал. Ну, так сказать, он так снисходительно относится к Диме, который все ищет, как это, стоящий перед молодым вопросы, как прожить жизнь. Понимаете, он ему 60, а он все ищет, как ему жизнь прожить. Притом что она давным-давно-давно прожита. Вот, поэтому на самом деле Медведева надо воспринимать как субстанцию такую, да, которая лишняя, хромосомная такая. Вот, ее надо воспринимать именно так. Вот не поехал бы он бы к Си Цзиньпину, и что, что-нибудь изменилось? Факсом бы отправили, телетайпом, понимаете, все эти послания. Ну, как говорится, в аппарате, знаете, как говорят, что либо место делает человек, либо человек место. Бывает так, что вроде как полномочий никаких, но человек значимый. И глядишь, он там то да сего и аппаратный вес набирает. А либо уж все-таки, ну, должно быть какое-то место такое, которое придает даже самому последнему дураку шуту последнему все-таки вес, потому что судьбами людей распоряжается. Вот, случай Медведева ни то, ни другое. Он как и президентом был, как и сейчас замсекретаря соотбезопасности, а вес у него одинаковый. А у Дмитрия Рогозина вес остался, тем более, после ранения эпического? Нет, а ранение его никак не капитализировало. Никак. Он как был вот проходимцем журналистом, так и остался. Он из себя ничего не представляет. Он карикатурная фигура, понимаете? Человек, достигающий таких высот, он не обязан сам сидеть в окопе, если только его не сделали министром. Даже стройку более обоснованно. Ну, что, я министр обороны, вот я и еду. И то непонятно, где он, на передовой или где-то на ревелённом расстоянии. А этот-то что, мотается? Чего ты суетишься? Ну, вот хочется спросить, чего ты суетишься? Он что, на передовой эту в жопу мину получил? Да? Осколочек. Нет, он был в ресторане, да, женой, праздновал день рождения. Ну, охренительная передовая, да? Ну, так это же не то же самое, что всё, снимай с себя и пошёл. Вот смотрите, вот много чиновников воюют сейчас в Украине. Это депутаты, это всякие, знаете, бывшие, такие-сякие. Кстати, друг другу, может, ненавидящие. Но они более обоснованы. Я пошёл защищать Родину. Ну, вот мог бы остаться, а вот пошёл. Даже самые как бы карикатурные герои, а такие тоже есть в украинской политике, пошли, и форма их лечит. Она их как бы делает людьми, которые, ну, да, смеялись вон до мной, и в мемы, значит, пускали, да, ну, главу радикальной партии, уж сильной, так сказать, прямо часто незаслуженно, так сказать, полоскали, да. Ну, вот поднишь-то, а я пошёл, а я вот всё равно вот где-то в армии, я где-то в районе Бахмута, и всё. Ну, что ты ему предъявишь? Нравится он тебе, не нравится? Но он более обоснован. А это вот кто тащит? Это вот куда тащиться? Что это за прыжки между Роскосмосом, ВПК, а теперь ещё и в качестве какого-то непонятного... Он в каком качестве вообще присутствует? Руководитель группы советников «Царские волки», насколько я помню. Что за безумие? Я даже вот, честно говоря, пропустил. Что за безумие? Какие волки? Опомните, идиот. Мешок с говном. А что он уклонился от армии, от службы, от срочной, когда, значит, учился в университете? Вот мне только интересно. Ну, да, дядя был генерал КГБ, там вся семья ВПКшная у него, из Воронежа, кстати, они все. Чего тогда-то уклонился от срочной службы? А сейчас тут изображаешь что-то из себя, надуваешься. Ну, только останется на передовой, останется в оккупе. Поэтому нет, у него аппаратного веса нет. Вот такие они мельтешат. Понимаете? Они мельтешат, а это в аппарате никому очков не приносило. Никогда. А Сергей Кириенко, который в последнее время пропал из информационного пространства, в начале и в середине вот этих событий военных он появлялся, что-то пытался делать, ездил на оккупированную территорию, а сейчас как будто исчез. Его нет. Не, я думаю, это временное явление. Нет, безусловно, Кириенко человек посерьезнее. Он с Ковальчуком связан. Вы знаете, это его протеже, Ковальчук Юрий. Очень близок к Путину, поэтому пока у Ковальчука высокие ставки, они такими же будут и у Кириенко. Что касается Кириенко, он дозирует свою публичность. Очень сильно дозирует. Он сам это делает. Он не лезет с глупыми всякого рода визитами, хотя они все равно глупые. Но вот он референдумами занимался. У него такой некто Харичев, которого они уволили за бездарность. Вся эта компания, сопровождавшая так называемый фейковый референдум. Он, я думаю, как всегда, на перископной глубине. Той, которая безопасна. Понимаете? В принципе, должность заместителя управления руководителя внутренней политики, первый заместитель главы администрационного военов по должности, это креатура такая, которая не сильно должна выпячиваться. Сурков ведь тоже, я вам скажу, не сильно лез, не намыли его глаза, изображал из себя, знаете, поэты, изображал там какие-то русские пианеи. А на самом-то деле, Сурков занимался внутренней политикой, раздавал деньги. Во время войны эта функция несколько меняется, явно, так сказать, видоизменяется. Ну, Кириенко ее исполняет как может. Понимаете? Аппаратным образом. Поэтому он, я не думаю, что стремится сильно к большой публичности. Мне так совершенно не кажется, он сам ее старается избегать. Как и Сурков, кстати сказать. Ну, Сурков, кстати, который был отстранен, потом попал в Апалу. И вот, опять же, к нему можно по-разному относиться, но даже его оппоненты признаются Сурков умный. То есть человек, который генерировал некие идеи, некие смыслы. Сурков, отстраненный Путиным, мог бы Путину сейчас пригодиться, как вы считаете? Или его время ушло? Смотрите, он же ведь, почему в Апалу-то попал? Потому что он сыграл в рулетку. Он попытался стать одним из протагонистов второго срока Медведева. Может быть, мало об этом знают. Собственно, на этом построил Глеб Павловский, кстати сказать. Вы с ним поговорите, с Павловским. Может быть, у вас бывает? Да, но он сейчас в больнице, насколько мы знаем, в тяжелом состоянии. Он сейчас в больнице в тяжелом состоянии? Глеб Павловский? Ну, по крайней мере, такая информация была, что Глеб Павловский в тяжелом состоянии в больнице. А что с ним случилось-то? Подробности не знаю. Надо будет написать ему, что же он так... Нет, человек он очень умный, и, так сказать, у меня тоже бывал гостем, но просто я к тому, что, понимаете, Сурков, возвращаясь к нему, он же именно из-за этого в конечном итоге попал в Апалу. Когда потом начали чехвости, хвост и угривы у всех, кто вот в этой партии второго срока Медведева был. Ну, прежде всего, сама жена Медведева, она очень сильно хотела. Помните, с Крыни была такая, вы, наверное, не следили, министр сельского хозяйства, в Швейцаре сейчас же. Там ее там чуть-чуть и почистили и так далее. И масса таких вот. Сурков попал туда же, вот в эту же историю. Независимо на то, что его возвращали по украинскому вопросу, но, тем не менее, это уже никуда никогда не ушло. Его отношение к нему такое, как к крысе. Ну, и плюс там много еще других моментов, которые явно Путину не нравились. Очевидно, Путину не нравились. Я, кстати сказать, не считаю, что его карта бита окончательно. Вот. Он еще где-то как-то может быть. Вот. Себя попытается реализовать. Я думаю, не случайно его эти контакты из Кадыру. Вот. Там есть и национальное что-то. Он что-то, наполовину чеченец. Плюсом, он в Совет Ветеранов Донбасса. Там, правда, отстранили. Там свои сейчас. Там все равно это структура Губянская. Но, тем не менее, он там как-то крутится. Там пара человек есть с ним на контакте. Вот. Так что он просто-напросто пересиживает. Он старается, так сказать, сильно не замазаться во все это. Возможно, у Суркова какие-то планы на постпутинский период. Я бы и этого не исключал. Какие-то. Да. Потому что при Путине я с трудом себе представляю, чтобы он был бы востребован. С трудом себе представляю. Не думаю. А Вайна, о котором вообще спроси у человека на улице, как зовут главу администрации президента Российской Федерации. Думаю, никто или очень мало кто назовет эту фамилию. Его вообще нет. В информационном пространстве его вообще нет. Но все-таки должность главы администрации это серьезная позиция. Несмотря на то, что это администрация, не административная, но тем не менее. Вот почему он настолько закрыт, настолько скрыт? Ну, во-первых, он из семьи эстонских высших чиновников партийных. Его, по-моему, дедушка был главой эстонской компартии. Безусловно, конечно, полностью эта семья десятилетиями связана с Лубянкой. Была с КГБ. То есть, это не просто какие-то эстонские коммунисты. Нет, нет, нет. Это КГБшные семьи и первого ряда, и второго, и третьего. То есть, и дедушки, и бабушки, и папы, и мамы, так сказать. Поэтому этот тип людей понятно какой. Масса таких. Аппарат состоит в основном из выходцев из КГБ, связанных с КГБ. Начинаешь копать. Замминистра у Лаврова иностранных дел Грушко. Кто-то знает. А у него папа был генерал Грушко, знаменитый, и так далее, в КГБ. Немало народу перестрелял. Знаете, публика-то такая. У кого-то жена, у кого-то тесть, сват, деверь, и так далее. То есть, они не светятся. Вот это такая особенность аппаратная, чисто. Люди, связанные с Лубянкой, не светятся. Зачем лишний раз отсвечивать? Лучше заниматься тихо, втише деньгами. Поэтому Вайна миллиардер. Очень богатый, кстати, Тесно связанный с некоторыми персонажами, которые работают в Европе, и так далее, решают всякие вопросики. Кстати, знаете вы или нет, он очень увлечен наоскопами в свое время, он засветился. То есть, вся эта хирамунди, и он, так сказать, отдает известную дань. Те, кто интересуется покопать, все в интернете есть, кстати. Хотя и слухи такие же ходят, увлекается он всякими сверхзнаниями и тому подобное. Публика, кстати, эту дань отдает и Кириенко. Он действительно реально был саентологом. Это не выдумки. Но он не был таким как бы сектантом-саентологом в примитивном смысле. Там даже в свое время при нем Аум Семенрикева посещала товарищи Россию. И была осознанная секта. Но это не значит, что они все так примитивны. Они не настолько примитивны, не настолько вот в это все погружены, но люди особенные. То есть, и эту связь я усматриваю еще и через подобного рода увлечения. Вайна очень доверяет Путин. Вайна общается с Путином, со всеми докладами к Путину ходит именно Вайна. Вот. Иногда они ходят из Кириенко. Кириенко очень редко бывает самостоятельно у Путина, общается с ним. Ну, то есть, это не происходит каждый день или раз в неделю. Это реже все происходит. Аппарат работает часто сам по себе, но Вайна бывает чаще других. И, безусловно, Вайна доверенное лицо Путина. И это совершенно не случайно его и позиции и так далее. Ну, а в остальном вот мы говорим это же стилистика Путина. Что вы там отсвечиваете? Вам это не надо. Ну, зачем вы? Что ты тут суетишься? У меня аппарат администрации. Вы должны меня обслуживать. А что это вы будете там скакать где-то? А многих ли мы знаем чиновников? Там есть какие-нибудь Брычева. Кто знает главного права управления она возглавляет? Там у нее зам Муравьев доктор юридической наук и самодепутат МБР. Кто их знает вообще? Вот кто вообще о них говорит? Он бывший депутат Госдумы и так далее. Публика разная. Ну, все они, конечно, с Лубянкой так или иначе связаны. Безусловно, они все выходцы из одного и того же здания, что называется. А что касается вот этой особенности, о которой вы сказали, и то, что говорил профессор Соловей о неких ритуалах, которые люди проводят близкие к Кремлю, то есть это соответствует действительности? Там действительно есть? Казачи соответствует, да. Конечно. А что за ритуал? Вот как это все происходит? Ну, вот, Валерий Дмитриевич, насколько я понимаю, находясь в России, общается с разными людьми, которые ему даже с радостью все докладывают, рассказывают, да, которые где косвенно, где прямо имеют к этому отношение. В основном, со стороны не самих чиновников, а тех, кто их обслуживает. Я думаю, скорее, это вот такая информация такого рода. Оттуда уходит. Ну, почему? Во-первых, публика увлекается этим, знаете, уже не знают, что хотеть. Понимаете, уже настолько вот они присыщены, что это их иногда будоражит. Кажется, они вот книжек какие-то смотрят, возьмут, включат на ночь, глядя, Поланского, Девятые врата, что-нибудь такое, знаете, и хочется, хочется заказать какой-нибудь фолиант на Латинском, знаете, 15 века. Ну, хочется. Любые неофиты, любые подражатели, они всегда страдают чем-то подобным. Знаете, был у одного олигарха в свое время, значит, в доме на Рублевке, у него все завесано, знаете, современными картинами, так сказать, он скупал современное искусство, и так далее. Сам дурак дураком, понимаете, дебил-дебил. Не буду называть фамилии, но не важно. Сам факт, что эти люди, им всегда хотелось присоединиться к чему-то очень значимому, такому, знаете, тайному знанию, и так далее. Поэтому в этом есть и мода. А во-вторых, ну, как, в силу, помните, как этот анекдот, говорит, знаешь что, чтобы быть аристократом, дедушка твой должен был закончить Оксфорд, а не ты, и Гарвард. Понимаешь? А ты, я вот, говорит, Гарвард закончил. Для кого интересует, закончил ты его или нет? Дедушка твой должен был закончить. Вот им все время хочется как-то присоединиться, как-то вот залезть вот в эти тайные союзы. А что, правда, товарищи масоны, можно к вам билеты членские купить? У меня много денег. И так далее. Вот на этих уровнях. Когда мы говорим о том, вот сейчас Вуду, вот очень модно было, да, разные догомейские культы и так далее, но это же все дань моде. Понимаете? То есть, глубины-то там нет никакой. Есть, конечно, глубокие культы, и они и в Европе, и в разных других местах, но Россия не центр этого всего. А им очень хотелось, вы понимаете? Ну, и плюсом, конечно, инструментальное счастье. Вот это увлекает. Вот я вот как бы сам могу управлять судьбой, сам своей удачей могу управлять. Вот это вот, я же могу за деньги всех купить. Они же так считают, что все покупается за деньги. Можно проституту купить, можно, так сказать, яхту купить, можно все купить. А выяснилось, что вот кое-что нельзя купить. Ну, любовь нельзя купить, а можно нельзя купить санкции. Вот они думают, мы денег вот всем дадим, никаких санкций не будет. И хера лысого. У тебя и деньги отняли, и санкции у тебя есть. Понимаете? Вот и все. Поэтому это все надо относить исключительно к их неофицу, к их поверхностности, их модности. Знаете, есть такая статья о модной литературе Нобелевского ряда Ипсона. По-моему, статья, где он говорит, что очень много в литературе происходит модного. Пишется модная литература. Солженицын часто цитировал эту работу. Он, по-моему, автор вот этого Глана, вот этого трилогии и так далее. Вот модность в увлечении оккультом, она ту же роль играет. Понимаете? В силу того, что глубины религиозной нет, они же все люди неверующие в Бога по-настоящему, антологического начала в них нет. Поэтому этот суррогат заменяет им все остальное. Вот что происходит. Я вынужден кончать, у меня с эфира начинается на моем канале, поэтому, Вадим, как-нибудь еще раз встретимся. А то я целый час отдал вам, да, ничего. Какой Марк? Марк Фейгин с нами был встретиться в следующий раз. Спасибо вам большое и хорошего эфира. Всего доброго. Всего доброго. Мы продолжаем на 3 часа скомментируйте и участвуйте, присоединяйтесь к нашему эфиру. Да. Да, Вадим Гамсон, исправьте, а то меня проклянут не Ипсона, Агамсон. Кнут Гамсон. Да, да. Но я думаю, что наши зрители это услышат, мы тогда это все дело поправим в заголовке. Спасибо вам и всего доброго. А мы продолжаем наш стрим. Марк Фейгин был с нами на...